Счастье будет прям сходу ловить. Ребята, это не реклама. Никто у меня ничего не заказывал. Я за свои кровные денежки проверяю этот сайт. Просто зритель предложил идею. Он заказал с сайта сюрприз бокс подарок. А там пришла такая ебань в отвратительной коробке. Он сразу пишет мне, что его кинули. Я уверен, на ютубе есть куча роликов про этот сюрприз бокс. Я даже искать вообще не буду, заморачиваться. Итак, сначала оценим сайт. Снежок вон у них идет новогодний. Рассказывают, что такое сюрприз бокс, варианты сюрприз коробок. И даже выбор, кому дарим подарок. На первый взгляд все очень хорошо, да? Не хочешь заморачиваться с подарком, просто заказал и все. Но не все так просто. Я уверен, барыги есть везде и повсюду. Давайте-ка, ребятки, я вам закажу сюрпризы. Вы же все-таки мои друзья. Поэтому я выберу вариант другу. Заказываю за 399 рублей, за 599 рублей, 1500 рублей и ладно, еще один за 3000 рублей. За 5 что-то я брать не хочу. Мало ли, обманут. Сумма все-таки приличная уже будет. И вообще, ведь фишка подарка не столько в том, чтобы подарить что-то стоящее, дорогое, а в том, чтобы подарить что-то нужное и полезное. Сколько бы хлама не было в этих коробках, сколько бы он не стоил, в первую очередь это хлам. И нужность такого подарка под большим вопросом. Сервис известный, работает давно, так что все сюрпризы, которые я сегодня распакую, уйдут вам, ребята. Просто лайкаешь видос этот, комментишь, репостишь ВКонтакте и оставляешь свою ссылку на ВКонтакте или в Гугл форуме в описании. Изи, все. У себя в Инстаче я проведу онлайн розыгрыш, где проверю все условия и дата проведения также будет в Гугл форуме. Итак, я заказал 4 сюрприз бокс моно для друга. Общая сумма вышла в 5500 рублей. Вот такое вот письмо мне еще пришло на почту. Кстати, надо выбирать возраст для каждого подарочка. Я все выбрал для 25-летних друзей, так что надеюсь придет что-то серьезное. Ну там не будет всяких игрушек, ненужной херни. Или будут игрушки, ну хотя бы взрослые. Блин, нет, не такие взрослые игрушки. А пока углубимся в сайт. Во, отзывы звезд ютуба и шоу-бизнеса. Господи, самые продажные отзывы это отзывы звезд ютуба и шоу-бизнеса. Ужас. Костя, блин, опять тут со своим. Всем привет, всем привет, всем привет. Самый продажный ютубер звезда школьников до 13 лет. Кликаем на отзывы на независимом ресурсе. И что мы видим? 5 звезд. Положительные отзывы. Все просто визжать от восторга. Ну вы посмотрите. Я даже не верю тот ли это сайт. Почему мне ребята, друзьяшечки мои жалуются, что говно приходит. А в отзывах просто девчачье виск удовольствия стоит. Че-то тут не так. Ща просто загуглим сюрприз бокс. Костя Павлов опять тут уже. Ага, вы только посмотрите. Стоило мне открыть ссылку с отзывами с поисковика. Тут же вылетают совсем другие отзывы. Отзывы как так-то? Эй, сюрприз бокс. Почему в моем гигабоксе какая-то беспонтовая шняга? Расскажу про то, как сайт меня обманул. Нехорошо так получается, да? С поисковика открывается одно, а с сайта другое. Во, я просто открываю поочередно вкладки. И судя по всему, вкладка на сайте просто отсортированная по рейтингу по самым лучшим отзывам. А так все хорошо начиналось, а? Вот нечестно ребята работают. Вот, ну, немножечко хитрят. А ведь у них еще написано на сайте. Мы гарантируем, что в сюрприз боксе будет подарок на большую сумму или на ту, которую ты оплатил. Не верю. В убыток что ли работают? Быть такого просто не может. Еще одна мелочь, достойная вашего внимания. В группе закрыты комментарии поста. Чтоб народ не писал, что пришло все-таки дерьмо, а не подарок. Делайте выводы из этого всего сами. Стоит им после этого доверять или нет? Тем временем проходит ровно 20 дней. Да, из АМСХ в ЕКБ посылка идет как из Китая чуть ли не месяц. Приходит курьер из доставки Боксбери и я ему плачу 6060 рублей и получаю долгожданную посылочку с сюрпризами. Доставка обошлась всего в 500 рублей, что меня уже порадовало. Давайте откроем эти подарочки. Это будет подарочек сюрприз бокс МОНО для друга, цена 399 рублей. Красивая ленточка. Ребят, напоминаю, эти подарочки все пойдут вам. Этот бокс, если ты один раз откроешь, то второй раз уже его запечатать будет очень сложно, потому что есть липучки есть. Ну, сейчас посмотрим, окупимся мы или нет. Так. Господи! Как я и ожидал. Пауэрбанк. Там все валяется, там все трясется. Ужас. Да, вполне ожидаемый хлам. Ой, как очень дешево все внутри сделано. Господи. 2500 мАч. Очень похожий пауэрбанк, кстати, я купил в Галамарте. Вообще за какие-то копейки, за сущие у меня где-то в рюкзаке валяется. Ну, на вес он довольно тяжеленький, но я вам скажу, там, скорее всего, одна вот эта просто один элемент стоит. За 400 рублей можно и поинтереснее. Цена на пауэрбанк в наших магазинах 490 рублей. И, да, судя по фоточкам, это, ну, тот самый пауэрбанк. 2500 мАч. Это, конечно, никуда не годится. Это Xiaomi, вон, подзарядить на полшишечки. Ну, или на полбатареечки. Еще и 1-амперный. Вот нафиг он нужен вообще такой? Полно же более популярных и лучших по характеристикам пауэрбанков на рынке за эту же цену. На Али я точно такой не нашел. Зато на Алибаба оптом такой пауэрбанк стоит 3 доллара. Это 206 рублей. Но это оптовая цена. Самая низкая розничная цена, которую я нашел, это 300 рублей на сайте Еприбор, который выглядит как динозавр. Он, наверное, был заброшен еще тогда, когда интернет только зарождался. И, по-любому, это неактуальная 5-летней, 7-летней давности цена. Ну, ладно, раз я срал 400 рублей, посмотрим подарочек сюрприз бокс моно для друга 599 рублей. Возраст, кстати, на все подарки я выбирал 25 лет. Упаковано хорошо. Вот прям вот вообще, без Б, очень хорошо упаковано. Но, знаете, маркетинг. Упаковка, конечно, хорошая, а что внутри? Бля, что это такое? Блютуз-колонка. По-варварски, так, по-варварски. Это ж не Эбл. Да. Слушай, а как она открывается? Если здесь язычок, а здесь она должна вниз уходить. О-о-о-о. Я это все потом сниму, конечно, поближе для вас. Но смотрите, какая колоночка. Такая шняга. Трехваттная колоночка. 500 миллиампер батарея. Made in China. Давайте включим, проверим. Вау. С подсветочкой. Ну, знаете, нормально колонка вроде звучит, не даже басовенько так. Колонка оказывается очень старым предметом школьной роскоши. Стоила она раньше 920 рублей. В магазинах ее уже крайне сложно найти. Да и зачем, если вон есть куча других более крутых и зарекомендовавших себя брендов. Дешевле вон Xiaomi даже есть. Да, это точно она. Оптом китайцы толкают такие аж по 7 долларов за 50 штук. То есть это 480 рублей по нашему курсу. Колонка слегка громче смартфона играет, но звук басовенький. У колонки, кстати, приятная подсветка, но нашелся вот такой косяк. Она противно пищит на тихой громкости, когда песня вот только кончается или вот-вот начнется. Окей, сюрприз бокс. Эту посылочку мы как раз таки зачтем в розницу. Она будет по такой же цене или даже дороже. Если ты ее, конечно, вообще где-то найдешь. Да и нафиг нужно какое-то хокко, когда есть Xiaomi. Ладно, хоть не паль какая-то, а обычная китайская фирма. Но с другой стороны, если посмотреть на это как на подарок, то 25 лет. Нафиг тебе нужна такая колонка? Еврею вон только единственному нужна колонка и то, чтобы Киркорова переслушивать до эрекции. Просто эрекуляция от его старых клипов. Колоночка, реведерчик, прощай. Залезай обратно в свой набор с силикогелем. 600 рублей, ребята. Такое. На очереди у нас моно для друга 1500 рублей. Нигода не открывал, сразу целую кучу подарков. Интересно же все-таки, как-никак. Закупился на 6000 рублей. На сайте с очень плохими отзывами. Это ж надо было так. О, бог ты мой, что я тут вижу? VR-очки. Очень мятая, конечно, коробка. Просто как из... Я не знаю, как, откуда она вылезла. Не буду уточнять. И внутри она какая-то пожульканная, грязная. На подарок такое, знаете, стыдно, если честно. Когда ты вот другу какого-нибудь заказываешь, за полтора ксаря, нормальная же цена для подарка. А он открывает, а там такое. Ну, стыдно, ребята. Честное слово, стыдно. Кто-то будет VR-порно смотреть из вас. Так. Шинекон. Две линзы. Почему-то уже какие-то почуханные. Конечно, очень дешево. Все это смотрится. Так. Ой, здесь даже есть наклеечки, которые я потом отберу. Ну-ка. Не, VR-очки, конечно, штука хорошая. Но крепеж, конечно, тут уродский жесткий. Я бы сюда не рисковал бы класть телефоны без чехлов. Блин. Тот самый 7+, в котором я поменял плату. Ну, ролик я про это делать не буду. Ну, блин, что. Я просто отдал ребятам. Они сказали, давай попробую прошить. Если нет, то ты заплатишь деньжат. И все. Мы тебе поставим плату. Поставил плату. Ну, едва вообще вошло. Просто с трудом. Сомнительно, сомнительно. Прям вот вообще так легко открывается. Мне кажется, со временем оно может износиться. Это оказались очки VR ShinyCon G01. Старая, практически нигде не продающаяся модель. Ценой 890 рублей. А ведь столько годных аналогов есть. Почему именно эти очки? На Алиэкспресс они даже продаются дороже. За 977 рублей. Опытом китайцы с удовольствием тебе их парят. От 4 до 6 долларов за штуку. А у нас это 270 рублей. А мне их подогнал любезный сюрприз бокс. За полторы тысячи. Спасибо сюрприз бокс. Спасибо Костя Павлов за убогий китайский хлам. Такое себе, конечно, ребята, это VR очки. Такое себе. Но если этот ты подаришь какому-нибудь там нелюбимому родственнику, то вполне, в принципе, неплохо. Очки пришли заляпанные. Какие-то зацарапанные стекла. Как ни странно, но нормальный VR. 3D контент хрен найдешь. Даже на ютубе это либо просто разделенная видяха для двух глаз, либо что-то лагает в плохом качестве. А вот 360 VR в годном качестве, чтобы интересный ролик был, такое я нашел только на порнхабе. А коробка так вообще позорная. Какая-то мятая, грязная. Короче, очень стыдная вещь для подарка, скажу я вам. И качество сборки очков такое же, как эта коробка, кстати. А теперь последний бокс. И это у нас будет моно для друга за 3000 рублей. Интересно, а тут тоже какая-то ненужная херня вообще будет? Или что-то полезное? Бог ты мой, это тупо наушники. Ну я что-то сомневаюсь, что эти наушники 3000 стоят. Я бы им дал тысячи полторы. Но это только я сейчас говорю на вскидочку. О, а это блютуз-уши. Смотри-ка, ну-ка. Я похож на додика? Power on. Противная такая баба там что-то говорит. Сейчас из VR достал телефон. Смотрите, как он покоцался сильно. Благо это чехол. Не хотят они коннектиться, ребята? Ну ладно. Ну, 3000 рублей, я даже не знаю. В принципе, если на шару ты получаешь очень хорошо, почему бы нет. Ну а давать за это 3000 я бы не стал. Наушники 195HB. Вот с такой вот колхозной надписью. Мой музыкальный мир. Я их, конечно, потом законнектил с ноутбуками, с телефоном. И знаете, у них даже нет отставания звука. Но по сути нормальные, добротно собранные наушники. Повезет тому, кто их выиграет. А из-за торчащих проводочков я похож на Лунтика Дауна. И я не только похож, я и есть Лунтик Даун. Ведь я отдал за них 3000 рублей. А в магазинах они продаются от 1860 рублей. Да, это точно они. Так еще смотрите, и отзывы у них не самые лестные. Это просто провал. От 1860 до 2897 рублей их толкают в интернет-магазинах. И знаете, если просто выбирать другие бренды, которые хотя бы на слуху или же в рейтинге посмотреть, и отобрать и Bluetooth, и проводные, то тут такие годные варианты за эти деньги будут. JBL и Sony очень качественные и популярные варианты, а не вот это вот. На Али эти наушники продают неприлично дорого. Видать, китайцы ценят свои бренды, но оптом их можно взять всего за 17 долларов. 1170 рублей. Какие нафиг 3000? Да я когда клавиатуру вытряхиваю, вот этот вот реальный у меня сюрприз бокс выпадает, а не вот этот вот дорогой колхоз. Ладно, по итогу, взяв минимальные розничные цены, я получил ненужного, по сути, хлама на 3807 рублей. В подарке ведь главное не наобъебись подарить какой-то там китайский ноунейм, а с душой и знанием человека подобрать то, что ему как раз понравится. Вот в чем сложность подарка и одновременно его цена. Вот вам и сюрприз бокс, ребятки. Или как всрать 6000 рублей на всякую ненужную хуйню. Какие-то наушники, блютуз. Но тем не менее, это все уйдет вам. Что бы я тут не говорил, как бы я это все не хаял. Нет, без Б вообще ты можешь заказывать на этом сайте и дарить на отъебись кому-нибудь там родственникам, каким-нибудь нелюбимым, каким-нибудь там коллегам, каким-нибудь просто кому просто надо подарить подарок, чтобы отъебали. Что-нибудь вот такое. И то, ты можешь пойти в магазин и просто дешевую китайскую херню взять, дешевле выглядит. И не надо ждать долго. Это просто бизнес. И подобный бизнес, скажу я вам, весьма выгоден барыгам. Разумеется, никаких подарков на большую сумму или на ту, которую ты оплатил, там нет и не будет. Я уже боюсь представить, что там в подарке за 5000 рублей. Наушники за 2000 положили. Выражаю искренний респект с новым спонсором канала. Good Game, Famix, Freecom и ColorCupCC. Ребята, респект вы вообще красавчики. А как стать спонсором? Ссылочка есть в описании. Читай внимательно. И вот этим вот ребятам, Элис Джей, Сандис Маскалонокс и Антон Рабочий, отдельный привет. Вот респект лично от меня, ребята. Молодчики красавчики. Потому что вы остаетесь спонсорами канала уже 5 месяцев. Красавчики. Еще раз спасибо. Напоминаю про розыгрыш всех этих предметов барской роскоши. Вы просто должны поделиться видео с друзьями. Да, это как бы одно из условий конкурса. Смотри, лайкнул, написал коммент, поделился во ВКонтакте, скопировал ссылку своего ВК в Google форуму. Все. Там же в форме этой будет написана дата розыгрыша всех этих призов вот из сегодняшнего ролика. Конечно, когда ты получаешь их реально в подарок от ютубера, это очень хорошо, по-моему. Я бы сам не отказался от таких подарков, тем более я еще кое-что положу в комплект. Но, когда ты покупаешь это в два раза дороже, поверив продажным мразям и расставленным отзывом, вот это вот больно. Мне вот сейчас за себя стыдно. Я просто слил 6 тысяч вот на вот это вот все, блин. Ладно, радует только то, что это все уйдет на подарки вам. Благо, сладок уксус на халяву. И, ребята, знаете, никогда не попадайтесь на уловки хитрожопых маркетологов. А не то мне стыдно за вас быть. Давайте, всем удачи. Пока.